Добрый день. Занятие школы психиатрии номер 4, блок ответов номер 4. Вопрос номер 1. Можно ли прерывать делирии на начальной стадии, когда только появляется тревога и бессонница? Поможет ли использование нейролептика в данной ситуации? По делирию. Если мы говорим об алкогольном делирии, использование нейролептиков на ранней стадии крайне нежелательно. Они могут намного утяжелить течение этого заболевания. Поэтому, если мы имеем в виду алкогольный делирий, то есть состояние, которое развивается после запоя, несколько дней бессонницы, тревоги, нарастающие возбуждение в вечерние часы, плюс к этому со временем появляющиеся иллюзии и галлюцинации. Но вот на ранних стадиях, от первая и вторая бессонная ночь, тревога есть, но и бессонница есть, но галлюцинации еще нет, то здесь надо использовать, безусловно, транквилизаторы. То есть самый банальный фенозепам в достаточной дозе, чтобы человек засыпал, в общем-то предотвращает развитие делирии. Это, в общем-то, то, что людям, которые так или иначе связаны с пациентами, употребляющими алкоголь, злоупотребляющими алкоголем, крайне важно знать. Вопрос номер 2. Проводится ли пациентам с пароксизмальными нарушениями сознания г-диагностика? Ведь эпилептические приступы могут проявляться без судорог и выглядеть как нарушение сознания. Да, собственно говоря, при любых пароксизмальных состояниях, не только нарушения сознания, естественно, а вообще любые состояния, похожие на пароксизмы, соматические ощущения или пароксизмально возникающие и исчезающие галлюцинаторные состояния, ЭЭГ проводится в обязательном порядке. Причем желательно, чтобы это было даже не ЭЭГ в качестве разовой процедуры, а именно суточный ЭЭГ-мониторинг. Вообще электроэнцефалография входит в стандарт обязательных обследований при любых психических заболеваниях, поэтому уж при наличии каких бы то ни было пароксизмов, сознания или движения, или ощущений, или эмоциональных реакций, или ЭЭГ, в общем-то, является строго обязательным. Про нейроиде описан такой синдром, как двойная ориентировка. Это значит, что пациент ощущает себя больным и одновременно чувствует себя частью галлюцинации. Или это состояние чередуется, или же это определение надо понимать по-другому. Ну, правильнее сказать, что двойная ориентировка про нейроиде, все-таки, хотя она и двойная, но в большей степени человек именно погружен в вот эти вот созерцания грез. Двойная почему? Он не является активным участником процесса. То есть при делирии он отбивается или убегает от чертей, марсиан и так далее. При нейроиде человек погружен в созерцание вот этого вот грезоподобного мира. И, в общем-то, он находится в нем, но он в нем по себе, но он в нем зритель, как в театре, как в кино. В то же самое время при определенных усилиях можно привлечь его внимание от этих грез к реальности. То есть он может увидеть человека и помимо этих грез, которые к нему реально в живом мире, в настоящем мире обращаются, может что-то очень коротко ответить, но внимание его все равно сразу же практически уходит именно созерцание этих грез. Поэтому здесь мы говорим именно об этом. С одной стороны, человек находится зрителем вот этих грезоподобных явлений, является зрителем этих грезоподобных явлений. С другой стороны, при необходимости и при определенных усилиях можно его все-таки немножко ненадолго и не полностью оттуда выдернуть. Вопрос номер четыре. Можно ли установить контакт с пациентом во время амбулаторного автоматизма? Ведь если он способен передвигаться по улице, значит сохранена ориентировка в пространстве. И сознание частично должно присутствовать. Не совсем верно. Дело в том, что когда человек передвигается по улице, это совершенно не значит, что у него сохранена ориентировка в пространстве. То, что он видит предметы, их расположение, видит где дорога, где переход, где поезд, где метро, это не значит, что он ориентируется в пространстве. Это значит, что он видит объекты и правильно их дифференцирует. Ориентировка – это когда он может сам определить и сформулировать, где я нахожусь, что я делаю, для чего я делаю, почему я делаю. Здесь же мы говорим, что он ориентируется на местности. Да, это есть. Но ориентировка в пространстве может как раз-таки и отсутствовать. То есть вы не можете у него спрашивать о том, где он находится или что он делает, он вам может на это ничего не сказать. Контакт установить, да, безусловно, можно. Но, как правило, в рамках простых каких-то вопросов-ответов, требующих односложных каких-то заключений, да, нет, стоять, сидеть, иду, смотрю. В общем-то, в таком объеме при амбулаторном автоматизме пациент вполне может действовать. Более того, и это касается амбулаторных автоматизмов, это касается и делирии, это касается и различных хронически протекающих делириев. Человек не только может в амбулаторном автоматизме совершать какие-то последовательные действия, и к нему внимание можно привлечь к себе, но он может даже выполнять какие-то рабочие функции. Как, например, вот был в моей практике пример, неделю охранник ходил с хроническим вот таким вот муситирующим делирием на работу, сидел, проверял, ну, я же не знаю, как он проверял документы на входе, но уровень проверки, так скажем, в принципе, не всегда соответствует желаемому или требуемому. Но неделю он ходил с тем муситирующим делирием на работу, с работы, кушал, обедал на работе, возвращался домой, пока, наконец, не смог встать с постели. Поэтому, да, и как-то он коммуницировал со своими товарищами на охране, и как-то он контактировал с теми, кто проходил, уходил с работы, и в семье там тоже какой-то контакт у него был. Поэтому, да, при амбулаторном автоматизме некоторый контакт с пациентом установить можно, но сказать, что он полностью продуктивный и эффективный, конечно же, нельзя. То, что касается вашего первого вопроса, обязательно указывайте ссылку на видео, потому что искать по всему пулу всех видеоматериалов, которые у меня есть, очень неудобно. Поэтому на ваш первый вопрос я отвечу, соответственно, в следующем блоке ответов. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok